Трагедия в семье Галамжана Сагенгалиева произошла в апреле прошлого года. С супруга они растили, четверых детей ждали прибавления. В один из дней у Бибинур началось кровотечение. Супруг доставил её в районную больницу и доверил врачам, которым не удалось спасти беременную женщину. В больницу я привёз супругу в обед, и у меня есть сомнения до сих пор, а были ли там врачи. Может быть, ей некому было помочь. Меня удивляет, почему так долго идёт следствие, и почему врачи, которые не смогли помочь моей жене, до сих пор работают в больнице. В департаменте полиции заявляют, они не бездействуют. Расследование продолжается, и уже совсем скоро дело передадут в суд. Это уголовное дело ведут опытные следователи. Расследование затянулось, потому что два раза проводили судебно-медицинскую экспертизу. И вот во второй раз в заключении всё чётко прописано. Мы знаем, кто и какую работу выполнял, кто бездействовал. Собираемся дело передать в суд. А вот адвокат семьи просит не торопить события. Говорит, дело рано передавать в суд. Ведь ещё есть ряд вопросов, на которые нет ответов. Самый главный вопрос – почему не выдана справка о смерти на ребёнка? Я никак не могу добиться, чтобы в дело включили смерть ребёнка. Мы знаем, что если ребёнок умирает в больнице, то смерть регистрирует, выдаёт справку, но её нет. Врачи говорят, что это был не сформировавшийся ребёнок, а просто плод. Но какой же это плод, если срок беременности – 7 месяцев? Такие малыши рождаются, их выхаживают, и это уже человек. Получается, врачи скрыли смерть, потому что это уже другая статья. Я пытаюсь этого добиться, но пока не получается. Также, по словам адвоката, к ответственности хотят привлечь только одного врача. Но в операционном зале были и другие. Ещё правозащитник направил охадатайство на проведение подчерковеческой экспертизы. Ведь Галымжан Сагенгалиев утверждает, что его супруга не могла подписать согласие на операцию в том состоянии, в котором её доставили в больницу. Но документ неожиданно появился. Сторона защиты намерена добиться того, чтобы статью переквалифицировали. И каждый, кто не выполнил свой медицинский долг, был привлечён к ответственности.